Народ традиционно за наше запорожское направление, вот, ну, слушайте, у нас недавно тут благая весть, вот, сбитый Орчий А-50, вот, очень жирный объект для нас, я вам честно хочу сказать, потому что вот такие самолеты уже Россия не производит, никогда производить не будет. Значит, соответственно, то, что мы сейчас начинаем забирать себе доминанту в небе, идет глобальнейшая подготовка под прибытие F-16. Эти самолеты, действительно, которые аналоги Авакса, которые стоили там по 330 миллионов долларов, да, вот, а там еще с определенными апгрейдами по полмиллиарда выходят такие самолеты, да, вот, я вам честно хочу сказать, они очень сильно пили кровь и с нашей авиации, и с наших войск на земле, потому что наводили, как говорится, все самолеты, которые наносили удары, те же планирующие бомбы, те же ракетные обстрелы, то есть представьте себе, этот самолет видит дальше, дальше еще на 300, на 400 километров, чем обыкновенный самолет. То есть, если обыкновенному нужно подлететь, то этот видит, этот раздает координаты, а те самолеты наносят уже удары. То же самое, как наш самолет летит, казалось бы, в нашем пространстве, да, ничего не подозревая, но он уже стрессован этой шляпой, вот, и по нему уже отправлена ракета. А он знает, не знает, он не видит даже, откуда эта ракета была отправлена, потому что, ну, его радар, вот, он не захватывает, условно говоря, самолет, который по нему уже отправил ракету на подбитие, короче, борта. Вот, и потом дополнительная аппаратура, дай бог, там, да, ловит уже прибытие самой ракеты, самолет идет дальше, там, на вираж, уходит, там, отстреливается, или пускает антиракету. Но сам факт, вот, представьте себе, какая для нас это была заноза в заднице, и тоже, вот, представьте бомбардировки наших всех прифронтовых городов, таких, как Гулят-Поля, там, и Орехов, и, там, ну, другие населенные пункты, куда, короче, постоянно прилетало. Потому что эти самолеты расставляли цели. Я думаю, что, потеряв такой борт, вот, теперь, ну, американские аваксы, которые полностью прописаны программным обеспечением под F-16, будут теперь нам показывать все наоборот. И то, что в 16-е планируется на весне уже, короче, здесь быть, вообще, очень отличная новость. Теперь в России глаз нет, теперь российский любой, там, СУ, любой бомбардировщик, штурмовик, он уже летит слепой. Мы, наоборот, его видим, там, за сотни километров, отправляем ракету, и дальше, короче, батабум. Опять же-таки, народ, чем была сбита вот эта вот мощнейшая дура, которая летала, да, с этим зонтом, вот, с этим шляпой, с этой, да? Это военная тайна, говорить не будем, вот, но я так для себя все-таки, как для себя это все вижу, что где-то мы ближе к линии фронта все-таки подкатили установочку Патриота, вот, которая отработала по этому самолету. И такая же самая ситуация была со вторым бортом с Илом, да, который, там, по разным, там, данным, потрепанный, там, и с двухсотыми, и с трехсотыми, там, еле-еле, там, долетел где-то, там, я не знаю, там, где он, чего написал, что черт его знает, вот, чтобы они, там, сдохли все эти орки, вот. Но сам факт, мы потихонечку начинаем забирать у себя инициативу, еще не получив боевые самолеты, но мы начинаем, вот, время от времени, я смотрю, как активно прорабатывается, короче, то одна система РЛС российского уничтожена, то уничтожен целый комплекс, там, систем, да, которые делали, там, как бы, эшелонированное ПВО для Крыма, допустим, да, то сейчас уничтожен этот самолет, разведку, которую вел и радиолокационную, и наводил, короче, цели, да. И вот, представьте себе, идет, действительно, подготовка к какому-то, такому-то мощному сценарию, вот, где мы должны полностью забрать доминанту себе в воздухе, полностью забрать небо у россиян. Вот, как только, только это все произойдет, вот, дальше количество людей, которых они будут присылать сюда, в Украину, на убой, уже дальше роли не играет. Существует масса таких боеприпасов, которые все это говно собачье очень быстро подметают, утилизируют. Когда идет патрулирование, и у нас хотя бы будет, ну, хотя бы 40 самолетов, да, вот я в 16-х, вот, чтобы у нас постоянно там 30 находились на боевом дежурстве, 10 находились, допустим, на обслуживании. Вы представьте себе, насколько улучшится у нас обстановка с тем же самым ПВО, потому что сам по себе самолет, это такая же самая ПВО, вот, которая мониторит небо, и при подлете любой баллистики, он по ней так же самоотрабатывает, сбивает ее, короче, находит, и выполняет так же самые отлично боевые задачи. Поэтому народ надежды у нас очень, такие, знаете, светлые, хорошие и правильные, вот, по-любому за границей нам поможет, вот, поэтому народ верим в хорошие новости, не ведемся на ЭПСО, вот, только где-то какое-то ЭПСО прочитали, короче, я вам честно хочу сказать, сразу пошли, пополоскали рот, почистили зубы, там, короче, раз-раз тут просто посмотрели, сфокусировались, уборку просто навкрутите и сделайте, гоните дурные мысли, все будет Украина.